Шумерлинцы бьют тревогу, бродячие собаки заполонили улицы города. Даже взрослым страшно в переулке столкнуться со сворой лающих дворняк. Чего уж говорить о детях, которые одни возвращаются со школы домой. В начале недели несколько бездомных псов растязали домашнюю собаку, а вчера покусали пожилую женщину. Чего еще ждать от неуправляемых животных и предпринимает ли какие-то меры администрация города, чтобы решить проблему и защитить горожан, расскажет Екатерина Храмкина. Это видео разлетелось по различным пабликам в соцсетях. Свора собак буквально делит добычу между собой. На этот раз ею стал пес, но на его месте мог оказаться и человек. После случившегося по улице Щербакова шумерлинцы стараются пешком не ходить. Да и по городу жители предпочитают перемещаться на такси, чтобы не столкнуться с агрессивными четвероногими, которых можно увидеть даже в центре Шумерли. Соцсети пестрят подобными видеокадрами и жалобами горожан на небезопасную ситуацию в комментариях. Однако никакого результата это не приносит. Ой, вчера вот здесь целая стаи была. Вообще это невыносимо. Вот дети ходят в школу, прям боязно их отпускать. Полно собак, боязно ходить. По одной улице вот пока поздно, невозможно пройти. Я с ребёнком вот из садика, я уже не могу там пройти. Ужасно. Самое интересное, что люди даже знают место обитания бродячих собак. Здесь их подкармливает одна сердобольная старушка. Правда, ответственность за них нести не готова. Говорит, животные бездомные, а она лишь немного облегчает их собачью жизнь. Не ругайте. Если бы я не кормила, может быть, они бы кусались. Люди боятся проходить по улице. Не боятся. Нет, нет. Я только выду говорю, скажут, идите не оглядывайте, и руками не машите. Идите. В администрации города признают, они оказались в безвыходной ситуации. Ещё в 2020-м у Шумерли был контракт с ульяновским предпринимателем, который занимался отловом бродячих животных. Только за полгода из города было вывезено 38 собак. Но зоозащитники провели собственное расследование и выявили ряд нарушений, касаемых условий содержания четвероногих в приюте Ульяновской области. Администрации Шумерли пришлось расторгнуть договор с предпринимателем. После этого уже несколько раз объявлялись новые аукционы на отлов собак в городе. Но желающих заняться этим делом в рамках закона до сих пор не нашлось. Главным образом исполнители не устраивает сильно заниженная оплата их непростой работы. Если раньше бродячих собак могли попросту усыпить, то сейчас это будет считаться уголовным преступлением. После отлова животное необходимо разместить в приюте, обеспечить его питанием и лечением. Достаточно таких проблем, которые не охватывает вся сумма, которая предусмотрена республикой. Сейчас в настоящий момент она составляет 6093 рубля. Хотя коммерческие предложения, которые мы собирали с предпринимателей, которые этим занимаются, предложения были от 14 до 25 тысяч. За одну собаку? За одну собаку. Да, сюда входит и чипирование, и содержание, и содержание. И после стерилизации, то есть в настоящее время вот эти затраты, они не входят. Сейчас в Шумерле все же ведут работу по проектированию собственного приюта для бездомных животных на территории города. По задумке он должен вместить порядка 150 собак. Уже и выбрали участок под это дело. Власти хотят построить комплекс по республиканской программе. Его стоимость около 20 миллионов рублей. Пока же единственный действующий пункт передержки животных в Чувашии находится в Чебоксарах. И он переполнен. В административном законодательстве России отсутствует ответственность органов местного управления или должностных лиц органов местного управления за ненадлежащую организацию работы по отлову безназорных животных. Но это ни в коей мере не говорит о том, что органы местного управления не отвечают за случай, если каким-нибудь безназорным животным или стая собак будет причинен вред здоровью, тяжкий вред здоровью какого-либо жителя или, не дай бог, его гибель. Напомню, в Чувашии в ближайшие годы собираются построить четыре межмуниципальных приюта для бездомных собак. Предполагается, что каждый будет обслуживать территорию нескольких прилегающих районов. И Шумерля входит в эту четверку. Однако случится это не скоро, а бродячие шарики и жучки представляют угрозу горожанам уже сейчас. Единственным выходом из сложившейся ситуации видится лишь поиск новых хозяев для каждой бездомной собаки. Возможно, при должном уходе и воспитании агрессивная дворняга превратится в дружелюбного питомца.